Самый известный обозреватель видеоигр в США это Джеймс Рольф. Его обзоры смотрят в интернете миллионы людей, не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. Представляете, геймер Задрот не менее популярен, чем Пэрис Хилтон. В России тоже есть свой герой от видеоигр Мэдисон. Он недавно победил в конкурсе Герой Рунета, обогнав не только самых именитых интернет-деятелей, но и даже таких звезд, как Кот Манул и Грудь Анны Семенович. Что сказать? Настоящая звезда. А начинается все с того, что два каких-то бесноватых пса на реактивных гигантских дилдо не дают выспаться Гарри Поттера после офигенной пьяночки. Гарри, привет! Зик-хай, люблюдки. Трэшевые игры приносят славу. Именно Ранетки и Дом-3 сделали Илью Мэдисона знаменитым. Обзоры видеоигр, которые он начал делать и выкладывать в интернет, собрали по нескольку сотен тысяч зрителей каждый. А таких видео уже несколько десятков. А началось это безобразие из самых благородных побуждений. Тут не было какого-то желания наживы, да, то есть желания стать популярным. Мне действительно было интересно показать, какой отстой делают у нас в стране. Возможно, это поможет нашей игровой индустрии, потому что разработчики все-таки задумаются и увидят, что кто-то с ними борется. Издательство «Медиасервис-2000», а значит, будет весело. Если бы был вариант издавать каловые массы, откаченные из московских биотуалетов, эти ребята немедленно бы занялись таким бизнесом. Как бракованные уродливые деревянные куклы в топку отправлялись «Московский апокалипсис», «Месть боксера», «Московский криминалитет», «Возвращение мушкетеров». Удивительно, но издатели вовсе не против таких разгромных обзоров. Более того, они готовы с радостью отдать любую свою игру на растерзание ставшему популярным обосревателю. А происходит это вот почему. Например, игра «Месть боксера», о которой вообще никто не знал и знать не хотел. Я думаю, да, я сделал про нее обзор. Знаете, за те 150 рублей, которые ты у меня тогда отобрал, когда я писал. Блин, мне присылают фотки, что вот я купил этот диск, чувак, там, и радуется. Это все равно, что прийти на рынок и купить гнилой, там, я не знаю, картошки, и говорить «Да, я купил гнилую картошку». А люди реально радуются. Я думаю, что никто вообще не раскупал этот тираж никогда. Да, то издателям это даже выгодно. Конечно, выгодно, иначе бы они не стали приглашать парня VIP-гостям на прошедший недавно Игромир. Ведь он настоящая звезда Игромира, авторитет, которому школота заглядывает в рот. Впрочем, несмотря на свою популярность в качестве обозревателя, Илья вовсе не собирается всю жизнь заниматься только этим. У него, как у человека творческого, куча идей. Ну, еще многое зависит от предложений, прежде всего. Если будут предложения какие-то по работе, допустим, предложить сняться в порнофильме или еще что-то такое, то тогда будем смотреть, куда занесет меня творческая судьба. Ух ты, смотрите, как она попочкой ко мне повернулась. Давайте сразу бабочкой ее так подотрем. Танцевать, да, жонглировать, правда, не умею, но думаю, что получится смешно. Особенно, если все вместе порнофильм, петь и танцевать, и жонглировать. Представляем, в какой ржач превратится порнуха в умелых руках Мэдисона. Этому парню с таким талантом все по плечу. Даже воплотить в жизнь давнюю мечту. Мечта моя была вообще стать футбольным комментатором. Такая мечта детства. Но, наверное, она, если избудется, то не скоро, потому что надо сначала, чтобы забылась моя несколько скандальная популярность, потому что никто не будет торопиться брать человека с известным голосом, который раньше нес пургу, да, а теперь, допустим, будет серьезно комментировать спор. Да не переживай ты, Мэдисон, сбудется твоя мечта. Тем более, что первая футбольная попытка засчитана. Поймать надо какие-то голубые камни в почках, но если полоска будет с такой скоростью катиться, то их даже Александр Филимонов поймает. Козел. Совсем один, совсем один. Филимонов! Боже мой! И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота.